Камеры кругового обзора. Полностью новая мультимедийная система, новая акустическая система на ВДНХ в музее Гараша Сум-Зенечения. Ну и интересно, что новшества на этом не заканчиваются. Впервые в президентском кортеже мы видим и мотоциклы Аурус. Они полностью электрические, адаптированные в том числе для низких температур. Кстати, очень актуально именно сегодня вот в такую погоду. Чтобы разогнаться до 100 км в час, им нужно менее 4 секунд. Только представьте, ну а максимальная скорость, которую они развивают, 225 км в час. Ну, сейчас Мерлон. Вообще, само название Аурус происходит от двух слов. От двух корней. Аурум — это золото, и рус — это, понятно, Россия. Ну и кортеж продолжает свое движение через Ивановскую площадь, прямо сейчас царь колокол на ваших экранах на территории Кремля. Вы видите, территория украшена, повсюду российский триколор. Итак, кортеж Владимира Путина приближается к Большому Кремлевскому дворцу. И сейчас главу государства встретит комендант Кремля. И, кстати, можно разглядеть даже номер. Встречает комендант Московского Кремля. Товарищ президент Российской Федерации, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Уеков, здраво желаю. Кстати, обратите внимание на приветствие товарищ президент Российской Федерации. Это дань традиции советской федерации. Кремля! 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 Предстоит подъем по знаменитой лестнице Большого Кремлевского дворца. Парадная лестница. Оркестр исполняет фанфару «Наш президент», написанную специально для церемонии ступенья. 66 ступеней в этой лестнице. Ну и дальше видим знаменитый аванс-зал. Вот он сейчас на втором этаже. Его можно подглядеть. Солдаты президентского полка, отточенными движениями, движением головы, провожают главу государства. И буквально через несколько секунд мы увидим Владимира Путина в парадных залах Большого Кремлевского дворца. До церемонии официального выступления должности президента остаются считанные минуты. Итак, вот она картина Сергея Президента. Компас TV, independent, terpercaya.